О чем говорят. Здравствуйте, уважаемые зрители, слушатели, читатели. Меня зовут Дмитрий Щеглов, я обозреватель этого портала. Тарас Самбовский, издатель газеты Новый Город. На связи Тарас, привет. Привет, Дима, привет всем друзьям. Поговорим сегодня про интересные вещи. Есть интересная вещь, которую мы никогда не обходим стороной, когда что-то там происходит интересного. Это политика сургутской власти в отношении нестационарных торговых объектов, так называемых, конкретно всяких лариков, киосков и так далее. Значит, на последнем заседании Думы Майя было принято решение о том, что будет новая система требований к этим самым киоскам, которую фактически в ходе заседания, предварительных заседаний Думы и основного заседания Думы, фактически разговор зашел о том, что это будет запретительная мера для тех ларьков киосков, которые хотят встать на территории придомовых, во дворах, грубо говоря, на придомовой территории, которая разрешение на что может им дать, например, управляющая компания или жители, если они такое решение примут. Тем не менее, речь идет о том, что вот эти киоски к ним будут такие требования, что их очень сложно соблюсти. То есть Владимир Боутов, депутат, так сказал, что по большому счету речь идет о запрете вообще тотальном на хоть какую-то установку этих самых ларьков во дворах. При этом, как бы каждый ларек это все равно какие-никакие заработки, какие-никакие люди получают на этом деньги и себя сами прокармливают. У нас даже Альберт Леонов, вот наш постоянный неравнодушный комментатор, написал о том, что вот надо ли действительно так кошмарить, вот так кошмарить людей, может быть, все-таки давать какую-то возможность работать. Тем не менее, давай обсудим, что там у нас происходит и какие выводы, какие мысли у тебя есть по поводу вот этих вот решений городской власти, которые у нас сейчас будут вступать в силу. Ну, вообще, это одна из моих любимых тем, ларьки и киоски на городском ландшафте. И с удовольствием можно порассуждать сегодня о том, что следует за этой реформой городских властей, каким результатом положительным или печальным она может привести. Вообще, само стремление городской администрации бороться с хаосом на городских улицах, это нормальная вещь, это приветствуется. Мы видим, что все-таки какой-никакой, может быть, не в такие сроки, как мы хотим, но порядок там с городской рекламой наводится, какие-то идут попознавения в этом направлении. Андрей Филатов в своих первых установочных публичных заявлениях заявлял сразу же, что вопрос того, как выглядит городская улица, городское пространство, в том числе из-за уличной торговли, из-за киосков, это один из важных вопросов, он тут собирается в виде порядка. И вот мы видим и наблюдаем, как эта декларация обретает какие-то административные, вполне осязаемые черты. Сразу хочу сказать, что мне кажется, что борьба с киосками, расположенными на территориях управляющих компаний, это фрагментирование проблемы. Опять можно понять, что городу трудно влиять на владельцев земельных участков, которые находятся в собственности, чьей-то, да? И чиновники решили первым шагом, значит, да, вот идти войной против тех киосков, которые размещаются на муниципальной земле, ну, то бишь, там, на придомовой территории, на участках, которые управляются управляющими компаниями. Значит, мы вот, давай попробуем это все разобрать. За много лет борьбы городских властей с предпринимателями, которые ведут свою деятельность через ларьки и киоски, торговые павильоны, это борьба длится все просто годы, да, вот сколько это явление существует, как уличная торговля в таком формате, ну, там, 30 лет, 35 лет, 40 лет, вот всегда борются, 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 кошмарят, придумают какие-то нормы. Вот, так вот, за эти годы, мне кажется, что качество торговли в ларьках, пресловутых, в киосках улучшилось. Все-таки те непрекращающиеся усилия чиновников по, ну, наведению порядка в этой торговле дают какой-то результат. Мы видим, что формат откровенных уж каких-то лачуг, шанхаев, да, он уходит, и эта торговля, там, ну, и внешне, и смыслово преображается. Уходят предприниматели, которые, ну, просто пугали, там, горожан антисанитарией своим вообще отношением к тому, как надо вести бизнес, и в большинстве, ну, мне так кажется, может, я заблуждаюсь, но то, что вот я пытался наблюдать, в нескольких конфликтах я даже участвовал, там, как-то мы помогали предпринимателям, то, что остается, оно, ну, естественным порядком профессионализируется, да. Ну, теперь по нашей конкретной идее, вот, которую городская администрация вынесла на суд депутатов. Конечно же, киоски, еще раз, это в целом, в общем, это городской мусор, это надо понимать. Вот с архитектурной точки зрения, с точки зрения формирования красивой, удобной городской среды, комфортной, безопасной, вызывающей позитивную реакцию, когда ты смотришь на городское пространство. Киоск – это скорее плохо, чем хорошо. Но тут возникает несколько «но», которые власть обязана очень тщательно проработать, чтобы не нарубить дров. Это такой же мусор, там, как, я не знаю, как билборды, да, которые заполняют городское пространство, как хаотичная реклама, которая размещается на заборах всевозможных, на фонарных столбах, на, я не знаю, на фасадах зданий и так далее, и тому подобное. Киоск в этом же ряду. Но, как и любая реклама может быть мусором, а может быть произведением искусства, так и с киосками, да, надо очень тщательно работать, прежде чем одним махом, там, пытаться, каким-то одним универсальным документом сформулировать, вот, политику в этом вопросе. Потому что киоски в мире существуют, и я хочу сказать, такие бывают киоски, которые участвуют в международных престижных архитектурных конкурсах и получают премии. Потому что это уже не киоск, это что-то другое, это произведение архитектуры. В мире сейчас наблюдается интересная тенденция создания городских пространств, из так называемых подручных материалов, не так, как у нас делают люди, эти вот Шанхай, из досочек, из сайдингов, из каких-то металлических, этих вот остатков крыш в виде профлиста и металлочерепицы. Нет, конечно. То есть, как бы из морских контейнеров строят целые, я не знаю, выставочные пространства, киоски, которые продают какую-то сувенированную продукцию, брендирующую данный регион, делают рестораны из морских контейнеров, жилье делают из морских контейнеров, если вообще дальше идти. Это все очень интересно. Я пока ничего подобного в той дискуссии, которая сейчас ведется между чиновниками и депутатами, мнение которых выражает Владимир Болотов, как я понимаю, и не только депутатов, но и предпринимателей, между владельцами киосков этих и обществом, и администрацией городской, я не вижу, чтобы в эту дискуссию было вшито обсуждение подобных форм. То есть, как-то все сводится к тому, что мы нарушаем права трудящихся, в каждом киоске три человека, три семьи, они кормятся. Это все понятный аспект. Безусловно, даже если учитывать, что данная торговля в значительной степени находится в серой, а может быть даже в черной, с точки зрения налогообложения зоне, это... Кстати, надо смотреть, если у них стоят терминалы, а по-моему у них там уже у всех стоят терминалы, то это значит, что это все-таки деньги идут по... Слушайте, ну это вообще... Да, ну это вообще дискуссия, лишенная какого-либо смысла, потому что торговая деятельность находится на вмененной системе налогообложения, то бишь на патентной. Ну, вы просто делайте нормальные патенты. Я очень часто привожу в пример Москву, да, как бы. Ну просто Москва у нас вот во многих вопросах, градостроительной, там, средовой политики, создания политики для... людей, а не, там, корпорации, например, да, вот она демонстрирует определенные успехи. Как я понимаю, Андрей Филатов очень сильно ориентирован, в том числе вот на московский опыт, и тут как бы нету противоречия. Так делайте патенты, вам какая разница, платит там себе работник пенсию или не платит, платит он социальные взносы или не платит. Вам какая разница, если вы выдали патент, он в бюджет предприниматель отдал деньги, и он осуществляет дальше свою деятельность. Но мы сейчас углубляемся как раз в то, в чем тонут при обсуждении данного проекта, там, депутаты и чиновники, да, я хотел бы о более как бы принципиальных вещах высказаться. Я боюсь, что те условия, которые, то положение там, да, вот об этой торговле на территории управляющей компанией муниципальной земли, которые представили сегодня вот работники городской администрации, оно изобилует чрезмерными и очень противоречивыми и часто взаимоисключающими положениями, оно невыполнимо, да, на практике. И боюсь, как бы это ни было сделано сознательно, когда чиновники нарочно вшивают в какой-то норматив такие нормы, которые предприниматель может выполнить однократно, да, вот на данный момент к нему пришли с проверкой, он отчитался, выполнил. А завтра другой пункт, который противоречит вот этому, который он только что выполнил, и таким образом данные решения, какими бы они там формальными нормативными формами не фиксировались, что это будет там постановление, но это неважно, да, они зачастую имеют такие скрытые, вшитые минозамены длинного действия. Предприниматели, простые люди этого не понимают, они вот считают там, вот у меня там 10 метров там от этого надо, 5 метров от этого, тут не ставить, там не ставить, они идут, пытаются выполнить эти формальные нормы. Но проходит какое-то время и выясняется, что то или иное постановление, ну в данном случае вот об этих киосках, имеет более глубинную структуру, и предпринимателю, который ведет там ту или иную деятельность, становится фактически невыполнимо, да, осуществлять свою деятельность, потому что он обязательно так или иначе на любом этапе своей деятельности подпадет под какие-то ограничения. Ограничения это штрафы, это контроль, это давление чиновников на предпринимателя, это кошмарение бизнеса. Я это говорю, потому что я совсем недавно занимался вот двумя ситуациями, связанными чисто с киосками. Это предприниматели нормальные, как бы это местные сургутяне, и они столкнулись с тем, что оказались в каком-то заколдованном круге. То есть, какую бы позицию они не занимали, чиновники каждый раз выворачивали ее против них. Не буду подробностей, потому что ситуация, к счастью, разрешилась в пользу предпринимателей, разрешилась в том числе, потому что лично ей занимался глава города. Это ненормальная ситуация. Хорошо, что так все закончилось, все по справедливости, но это ненормальная ситуация. Мы имеем дело с сотнями, с тысячами предпринимателей, ну если шире брать, не только, которые в киосках ведут торговлю, но которые так или иначе соприкасаются в своей деятельности с городским чиновничеством, и возможность негативно влиять на этих предпринимателей, сохраняемой у этих чиновников, это очень плохо. Так вот, для того, чтобы исключить коррупционную составляющую, или просто элементарный тупизм, когда некомпетентный работник того или иного городского ведомства фактически парализует работу предпринимателя, вот то, что сегодня предлагается, должно быть максимально упрощено и понятно для всех игроков. Ну, конечно же, первое, это должен быть четкий, внятный перечень тех видов деятельности, которые однозначно разрешаются осуществлять в киосках и ларьках. Да, первое, ну там, что у нас? Овощи, фрукты. Принимается? Вот, раз, зафиксирую. Это принимается. Выпечка, например, там, да? Принимается? Принимается. Я предлагаю примеры, как бы, ну, мы говорим о структуре мысли, да, как бы, там, дальше уже шлифуются. Ремонт обуви, безусловно, принимается? Принимается. Там, мороженое, какие-то разливные напитки, там, сезонные, да, принимается? Принимается. Причем, вот, моя идея разрешить продажу напитков зимой на всяких рождественских ярмарках, там, у нас там проводы зимы постоянно проходят, это тоже еще зима. Почему нельзя продавать несчастный глинтвейн? Ну, вот я, как бы, вот, вы не подумаете, что я, там, какого-то пропагандист, да, алкоголик, как бы, но это все очень, это все очень атмосферно-то создает атмосферу, глинтвейн, кстати, бывает безалкогольный, пожалуйста, всякие тельпунши делайте. Почему нет? Это же оживляет городскую, городскую территорию. Вот, цветы принимаются? Ну, там, с каким-то оговорками принимается, да, потому что, ну, нужная вещь. Дальше мы идем. А по какому принципу размещать вот эти киоски? Как часто, условно говоря, возле каждого жилого дома или на какое-то количество жилья, или на какое-то количество жителей? Или на какое-то количество гектаров? Но, слушайте, мы имеем прекрасный опыт организации жилого пространства в Советском Союзе, на примере города Сургута. Я тоже очень часто привожу эти примеры, не потому что я апологет СССР, там, или Совка, а потому что, вот конкретно, то, что касается проектирования городов, особенно северных городов, как Сургут, особенно с нуля, как Сургут, да, заслуживает определенного профессионального внимания. Не все там так было глупо. Мы видим, как построены были целые микрорайоны в короткие сроки, обеспеченные всей необходимой инфраструктурой. Ну, вот сколько там на условный микрорайон энергетиков, на его какие-то разные части, было тех, тех, тех и тех киосков. Ну, исходите хотя бы из этой нормы. Люди же всегда были довольны этим обстоятельством. Повторите, зафиксируйте. Следующий пункт, обязательный, да, нельзя не увязывать размещение киосков с грамотными, профессиональными требованиями к их корреляции с архитектурной средой. То есть, это не должен быть какой-то там киоск, сделанный там каким-то самоделкиным, да, там на коленке. Нет, давайте мы все-таки говорить о том, что будем, о том, что и киоск тоже является частью архитектурного ландшафта и к нему предъявляются серьезные требования, которые не нарушают, а развивают архитектурную среду города Сургута. Это, по-моему, очень простая вещь. Если киоск красивый, если он в рамках вот этих, 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 этих там каких-то архитектурных подходов, то он имеет полное право на существование. При этом мы должны вот в эту же программу прописать нестационарные киоски. Я не знаю, как это правильно называется, но то, что вот я это называю там киоск на колесах, да. Ведь мы пару лет назад делали хорошую, большую обзорную статью, как можно тоже оживлять городской ландшафт с помощью всяких ретроавтобусов. Сейчас вот делают такие павильоны, да, под ретроавтобусы такие, там в стиле американских басов 50-х годов. Вот у нас перед входом в парк Засаймы стоял чудесный такой автобус, да, старый. Очень-очень душевные вещи. По-моему, его все-таки выгнали и жили оттуда. Я, может быть, навру. Если этого не сделали, то слава властям, а если сделали, то позор. Потому что это пример очень качественного, живого отношения к среде. Ничего страшного в таком формате нету. Наоборот, это прекрасно, потому что он вызывает очень милые чувства, да, у любого, кто там оказывается. Так вот делайте, пожалуйста, всякие вот эти вот ретро-басы, делайте вот эти вот мороженое, как раньше тетушки стояли, мороженое, да, там на вот этих вот, в этих, в таких будочках переносных продавали. Делайте какие-то вот такие формы, которые вот, он приехал в предприятие, поторговал там своей какой-то, я не знаю, выпечкой, колбасой из оленина, там еще что-то, уехал. То есть это нормально. Но весь этот идиотизм, который прописывает метры, сантиметры, не ставить на кабеля, не ставить на колодцы канализационные. Но это же очевидные вещи. Зачем вот просто про очевидные говорить, да? То есть когда идет дождь, человек достает зонтик и держит зонтик над собой. Что, мы какую-то инструкцию подписываем на этот счет, что ли? То есть исключите максимальные издевательские требования, которые однозначно не позволят предпринимателям развиваться. Вот сегодня бегло изучу вот это предложение, да, чиновников. Я понимаю, что в последнюю очередь чиновники думали о том, как, а, развить городской ландшафт с помощью киосков, б, как позволить предпринимателям творить, а не бесконечно отстреливаться от вот этих вот проверяльщиков, да, вот, и, в, как достичь в целом гармонии вот в этом вопросе, а не просто фиксации очередной болевой точки. Вот если бы, я не знаю, кто разрабатывает департамент архитектуры или какое-то другое видуство, если бы они поставили другую перед собой задачу, другое цель и полагание, то, наверное, бы не было такой болезненной реакции у господина Болотова, не было бы у многих предпринимателей, депутатов такой болезненной реакции. И тогда бы город закрыл бы этот вопрос для себя, раз и навсегда. Все. Но теперь мы подходим к более серьезной проблеме, потому что киоски, которые стоят на муниципальной земле, тут все понятно, тут город может руководить. Что делать с теми, кто засирает город на киосками, вот этой торговле, вот этими лоточниками, которые действительно ничего не имеют общего, ни с архитектурным элементарным представлением о красоте, ни с санитарными нормами, да вообще ни с чем просто, да, которые размещаются на частных земельных участках. Действительно, это очень серьезная проблема. Строится торговый центр, который в свое время, кстати говоря, возник из чего, как правило, из какого-нибудь киоска, понимаете? И вот это вот у него психология ларечника, вот эта вот примитивная, вот эта психология инфузории туфельки, она и продолжается, но ведь это все сделали в свое время власти, это они позволили ухватить кусок земли, это они позволили построить киоск из какого-то там дерьма, они позволили потом киоску превратиться в такой же дерьмо торговый центр, и теперь они говорят, ну это частная территория, а мы-то вот тут бессильны, поэтому мы кошмарить тех будем. Нет, друзья, давайте мы лучше будем свою энергию и свои полномочия, полномочия у любого муниципалитета в вопросах все-таки организации таких дел, они есть и они существенны. Давайте мы будем эту энергию направлять вот на эти вещи. Ведь это совсем не правда, что владельцы земельных участков могут делать со своей землей все, что хотят. Каждый земельный участок, он регламентирован земельным кодексом, у него есть индекс, у него есть целевое назначение, и даже если он собственность, то в нем, вот просто берем в кадастре, да, и как бы там все прописано. Какая территория, сколько уходит под что, под какую застройку, под парковку, под проезды, под коммуникации, так далее и тому подобное. Во всем мире, ну во-первых, во всем цивилизованном мире подобного хаоса нету, безусловно, да, а нету почему? Потому что вот как раз в таких случаях, когда руки властей до частного владельца земли короткие, а не короче, да, до муниципальной земли, вот там прорабатываются всевозможные регламенты. Если ты получаешь землю под строительство там дома, ну например дома частного или какого-то офисного здания или торгового центра, вот там прописывается, сколько площади из этого участка уходит под размещение вот здания, под такому-то проекту. И ты не можешь там поставить рядом никакого киоска, это просто исключено, иначе ты получишь очень большой штраф. Штраф будет сопоставим по суммам со стоимостью там годовой аренды, например. Например, нормальная норма, что мешает муниципалитету и субъекту федерации принять какой-то подобный вот регламент, да, и он бы регулировал такие отношения. И тогда муниципалитет и те же чиновники, которые сегодня так, так залихватски вот хотят отрегулировать деятельность ларечников на муниципальной земле, они избегают вообще любых разговоров о ларечниках, которые находятся на чьей-то частной земле, в этом бы случае они потратили свои усилия с большей пользой, потому что на территории очень многих частных земельных участков творится архитектурная вахханалия. Город выглядит уродливо, да, ты едешь просто по каким-нибудь этим там микрорайонам, геологам, да, это везде, это же что перечислять. Ну, кстати, вот эта вот странная история. Получается, что город может установить правила для многоквартирных домов, в которых живут такие же частные люди, которые тоже владеют этим домом, ну, в как бы в тех долях, в которых они им владеют. То есть эти люди ведь действительно могут сказать, ну, вот мы хотим, чтобы у нас здесь стоял вот такой вот ларечек хороший, красивый, давайте вот мы сейчас его действительно согласуем, проголосуем, поставим, и будет нам счастье, захочется, захотелось им такого, да. То есть получается им город говорить нет, больше нельзя, потому что ваши киоски должны там, на вашей земле должны соответствовать вот таким-то нормам, а сказать то же самое владельцам торговых центров, возле которых стоят эти киоски, город почему-то не может. Это странно, если честно. Вот, видимо, там есть какая-то правовая коллизия странная. Мне это лично видится просто нелогично. Еще раз, в большинстве подобных регламентных документах зашиты специально подобные коллизии, чтобы в зависимости от ситуации любой чиновник может сказать, а мы этого не можем сделать. А в другой ситуации, в аналогичной же ситуации, он скажет, а мы это имеем право делать. И так вот мы наблюдаем, как одного предпринимателя кошмарят, доводят там до самоубийства, до разорения, да, а другого предпринимателя просто как будто бы не замечают. И на все справедливые возмущения мы что слышим от чиновников? Ну так нам тут вот закон не подойдет, тут вот частная собственность, тут вот это, тут это. Это все неправда. Муниципалитет спокойно может, заточенный на конкретный результат, не на очередную компанийщину с киосками, да, а на хороший, нормальный результат в виде формирования красивой городской среды. Такой муниципалитет всегда найдет ресурсы для борьбы с теми, кто со своим земельным участком вытворяет все, что хочет. Вырубает там деревья, ставит там какие-то киоски. Это трудно, это труднее гораздо, чем, вот я говорю, бегать и контролировать с рулеткой, сколько там сантиметров он отступил от ближайшего детского садика. Вот, не дай бог не задевает ли он корневую систему, газон из-за дуванчиков. Но это труднее, но так этим надо заниматься. Вот в этом-то и есть смысл муниципалитет. А что сейчас будет? Все киоски, которые чиновники разгонят с муниципальной земли, они переместятся вот на эти торговые центры, и мы просто получим сотни жутких анклавов вот этого безобразия, этого хаоса, этого кошмара просто. И что, город скажет, но это не наша проблема? Такого быть не может, это его проблема, это муниципальная проблема. Это проблема городской среды, это проблема квалификации, чиновничества, юристов, всяких специалистов в вопросах юридических, в вопросах, я не знаю, земельных, в вопросах взаимоотношений собственников разных по улучшению вот таких территорий. А как надо делать? То есть я так вижу, что нельзя разрешать на частных земельных участках, ну возьмем хорошо, торговую зону, потому что, например, если ты построил там жилой дом, бизнес-центр, учебное заведение, там уже сразу у тебя вот из кадастра видно там нормы земли, ты там ничего не можешь размещать, даже если честно. А вот, например, кто-то построил торговый центр, ну, например, кто-то решил построить гараж на улице рабочее, а со временем он, безусловно, превратится, вот вы видите, в торговый центр. И вот вокруг него начнут расти киоски. Как предотвратить подобное развитие событий? Ну, запретить на частных земельных участках, расположенных на территории нашего муниципалитета, постоянную торговлю, кроме той, ради которой, в соответствии с проектом, в соответствии с проектом, выдано разрешение на строительство. Запрещать любое пристраивание к уже выданному разрешению строительства всяких входов, тамбуров, входных групп, ну, как вот у нас разрастается, да, любой киоск, вот, и по площади, и по объему. Просто категорически запретить, и это вшить в наши городские регламенты. Это все делается на уровне города спокойненько. Ты только что пример, кстати, с жилищной застройкой, пример привел очень четкий. Значит, запретить категорически любую торговлю той продукции, которая может успешно продаваться внутри того торгового центра, который построен. Ну, если у тебя там внутри есть ларек с пивом, то на улице, внутри, я имею в виду не ларек, а отдел там по продаже пива, то логично, что категорически нельзя разрешать никакого ларька с пивом здесь еще дополнительно на территории. Работа тонкая, вот ей надо заниматься. Это труднее, это дольше, это интеллектуальнее, чем разработать положение по вот там очищению муниципальных земельных участков от киосков и ларьков. Но без этой работы город они станет прекрасней. Ведь визуально мы все равно продолжим видеть тот же самый кошмар и хаос в виде киосков, как сейчас мы его и видим. Только киоски будут стоять не только на муниципальной земле, вернее, не столько на муниципальной земле, сколько на частных земельных участках. Вот здесь город должен просто начинать думать на перспективу. Ладно, с этим-то мы разберемся, наведем более-менее порядок, и красивыми они будут, и современными, и в архитектурных премиях будут участвовать, если кому-то так вот надо сильно. А что делать вот с этим? И вот насчет этого надо будет думать. И тогда, когда город будет уметь вести борьбу с земельцами земельных участков, с алчными владельцами земельных участков, извините, вот, профессионально, грамотно, тогда можно сказать, что он действительно победил. Администрация молодец, чиновники нашли механизм регулирования этих вопросов, и город Сургут выглядит, как современный, передовой, перспективный город, не угаженный вот этим анахронизмом прошлого в виде стихийных ларьков. Ну что ж, мы, конечно же, будем следить за всем этим происходящим. Время у нас вышло, и у нас такой один большой выпуск получился на этой неделе, но тема, потому что, действительно, важная и интересная. Что ж, давайте будем завершать. Подписывайтесь на наш YouTube-канал, ставьте там лайки, подписывайтесь на наш Telegram-канал, и читайте нас на себя.press.ru. Через неделю снова увидимся и поговорим обо всем интересном. До свидания. До свидания всем, друзья, всем пока. Ставим лайк, 1 лайк 10 просмотров, 2 лайка 20, а 20 лайков 200, ну и так далее в геометрической прогрессии. Всем пока. Субтитры создал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok